Привет, друзья, рад видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Это видео будет очень короткое, я хочу вам рассказать, как я тренирую шею и как я рекомендую вам тренировать шею. Потому что тренировать шею очень важно и очень нужно это делать, не забывайте про это никогда. Потому что я долгое время это вообще не делал и это была большая ошибка, потому что мое тело развилось довольно заметно, но шея была тонкая. То есть есть такая пропорция, да, вообще шея должна быть примерно как рука ваша. То есть если у вас, допустим, у меня руки почти под 40, а шея у меня 41, то есть у меня шея как бы даже толще моей руки, но в целом мне надо будет прибавлять в массе и шеи, и рук, и шея должна быть толще. Шея должна быть с хорошими мышцами. Это, во-первых, обезопасит вас от травм, которые могут возникнуть, например, просто в жизни, где-нибудь вы упадете или там, не знаю, мелкое ДТП какой-то в машине. Также это просто способствует профилактике разных проблем с шеей. Например, если у вас сидячая работа, вы постоянно сидите в одном и том же положении. То, что вы будете тренировать шею, это приведет реально к лучшему здоровью, это лучше кровообращение вообще в этой сфере, в этой области. Шею нужно тренировать не просто визуально, чтобы это было там, да, мощная шея, хотя шея мощно смотрится всегда круто, но и просто для того, чтобы быть здоровым. Как это делать, я расскажу в этом видео, я проверил на себе уже не один месяц, и нужно ли качать очень сильно, качать это нужно, может быть не сильно. Какими упражнениями лучше, вы все узнаете в этом видосе, оно будет очень коротенькое. Все, погнали. Смотрите, ребятушки, с чего я начинал тренировку шеи. Тренировку шеи я начинал примерно вот здесь же, я тоже садился на стул. Каждое утро я вставал и просто руками, я просто руками брал и прижимая голову, тренировал ее, шею. То есть вы должны зафиксировать свои плечи максимально неподвижно, если будет двигаться немножко вот таким образом ваши плечи, ничего страшного. Но стремитесь к тому, чтобы шея как бы не двигалась вместе с плечами, то есть не надо вот такое что-то делать, да, потому что так работают у вас другие мышцы абсолютно. Вы просто зажимаете рукой и делаете вот такие движения, то есть вы просто в сопротивлении руки вашей, и вы таким образом начинаете прорабатывать, да. Прорабатываете шею примерно по 15-20 повторений в каждую сторону. На эту сторону, потом вы прижали рукой и проработали на эту сторону. Смотрите, перед тем, как делать любую тренировку шеи, обязательно замените полностью шею. Я рекомендую делать следующим образом. Просто разминаем влево, вправо, влево, вправо, примерно по 20 раз в каждую сторону. И назад, вперед, назад, вперед, вперед, назад. То есть те же движения, которые мы будем делать с весом, который будет нагрузкой, ваши руки, просто ваши руки. Смотрите, я не советую вам шеи, вот я и с тренером на эту тему по боксу советовался, да. Я не советую вам делать вот такие вот движения, полукруговые, полусферические, вот такие вот вращают часто, да. Или вообще вращают полностью головой. Это то, что я посчитал, были проведены эксперименты определенные на эту тему. И просто случаи, которые случались с людьми, которые, допустим, таким образом часто делали такие вот движения непонятные, кругообразные. Смотрите, наш позвоночник, он так устроен, что он вообще не любит вот таких вот движений всяких непонятных. То есть особенно вот таких вращательных движений, например, когда вы делаете вот такое что-то. То есть у вас неподвижный корпус, например, да, а вы вращаете вот таким образом. Вот когда, например, наложат палку на плечи, да, и вращается вот так вот влево-вправо, тем самым типа сжигая себя быка. Организм не любит, позвоночник не любит вот таких вот движений, когда вращательные движения. Это вредно сказывается на позвонках. Когда вы делаете вот такое движение, тоже влево-вправо, это абсолютно то же самое, это то, что организму вообще не нужно. Когда вы делаете сферические движения, это тоже похожее движение, и оно, даже когда я делаю просто так, оно там начинается хруст какой-то, и просто это некомфортно в шее. Я убежден, с этим могут спорить люди, что так делать не нужно вообще. Достаточно влево-вправо, вперед-назад, и все. На протяжении вот дня вы ходите, вы делаете более естественное вращение головой, и этого достаточно, чтобы разминать вашу шею, а не делать вот таких вот полусферических движений. Просто разомните, перед каждой тренировкой шеи. Первое, что нужно сделать, это хорошо размять спокойно шею. Запомните самые главные законы. Накачки шеи, тренировки шеи. Вы не делаете ничего до отказа. Вы не делаете резких движений шеи, вообще никогда по жизни не делаете резких движений шеи. Лучше лишний раз корпус поверните, а не шею вращайте. Лучше вообще, чтобы она была максимально стабильная. Если разминаете, то чуть-чуть размяли, и все. То есть не работаем до отказа, не работаем с какой-то терезмерной силой нагрузки на ваши шеи. И это вам обезопасит ваше здоровье, ваши шеи. Всегда разминаете, всегда разогреваете шею, и потом начинаете тренироваться. То есть вы просто сделали влево-вправо с нагрузкой руки, или вперед-назад с помощью полотенца. Вперед вы можете просто упирать лбом в ваши руки. Этого достаточно, поверьте, этой нагрузки достаточно. И вы можете контролировать таким образом нагрузку, и делайте примерно по 15-20 повторений в каждую сторону. Я делаю два подхода таких всего. Два подхода по 15-20 повторений. Также вы можете использовать полотенце, да, как я сказал. Вы можете использовать тренажеры. Сейчас я уже дошел до уровня, что я использую тренажеры, но на первом этапе этого вообще не нужно. Тренажеры действительно классно позволяют проработать шею. И вот эти вот мышцы развиваются довольно быстро. Посмотрите, они очень быстро проявляются. То есть шея становится реально широкой, вот широкая шея. Вот аж досюда примерно, да, эти шеи. Так как это очень хорошо стабилизирует здесь все. И еще, если вы должны знать, что есть такое понятие, как мышечный баланс. И если у вас в теле что-то недоразвито, недоразвита какая-то мышца, то это в общем может вызвать мышечный дисбаланс. То есть если у вас хорошо прокачаны, допустим, плечи, прокачаны трапециевидные мышцы, здесь все накачанные мышцы довольно, да. Но здесь у вас в шее мышцы слабые, они недоразвиты. Если вы никогда не тренировали шею, то там они вообще практически не развиты у вас. Чтобы держать вашу голову, не нужно очень сильные мышцы шеи. Это приводит к тому, что здесь кровоток немножко идет не так, как должен был. Не так, скажем так, не так сбалансировано здесь все. Есть немножко дисбаланса даже кровотока. И этот мышечный дисбаланс еще вызывает, скажем так, определенный стук контроля вашего организма. То есть если у вас сильно развиты трапеции, то организм хочет, чтобы у вас была развита и шея. И как только вы начнете тренировать шею, то она очень быстро догонит все остальное. Потому что организм стремится к балансу мышц. Если в этой сфере, в этой области у вас довольно все прокачано, то организм хочет, чтобы там все было крепкое. И в то же самое время он хочет, чтобы шея была тоже крепкая и укрепленная. Понимаете, о чем я говорю? То есть нужно все тело целиком нормально прокачивать. Все мышцы в теле должны работать пропорционально. Нельзя давать какую-то нагрузку конкретно только на конкретные части тела. Нельзя качать только вверх тела, не качать низ тела. Или наоборот качать только ноги и не затронуть вверх тела. Все мышцы нужно сбалансированно качать. Тренировать их, если вы уже приняли решение тренироваться. Не обязательно становиться очень большим, крупным, профессиональным бодибилдером. Не обязательно. Просто даже на вашем уровне, на котором вы сейчас находитесь, тренируйте все мышцы. И начинайте это делать сразу же практически. Но не с самых первых дней в зале. Не обязательно шею тренировать, как только вы пришли в тренажерный зал. Но через пару месяцев начинайте уже тренировать все мышцы в теле, которые у вас есть. Основные мышцы, которые у нас делают наш силуэт вес. Теперь смотрите, мое отношение по поводу борцовских мостиков, которые качают шею с помощью упирания в мат головой. Всем весом всего тела вы упираетесь на шею и начинаете делать какие-то вращательные движения непонятные. Думаю, к этому моменту видео вы уже понимаете мою точку зрения, что нет. 100% это делать не нужно. 100%. Были реальные случаи в жизни, когда люди травмировали шею, просто неаккуратно повернувшись резко в какую-то сторону. Или, например, играя в футбол, или американский футбол, например. Просто резко повернувшись шею, происходила парализация тела. Ребята, это позвоночник. Там очень много нервных окончаний. Если вы реально что-то повредите, это просто вы можете инвалидом стать. Вот после таких мостиков можно просто стать инвалидом. Не нужно вообще этой фигней заниматься. Это очень плохая идея это делать. Я понимаю, что борцы сейчас, если посмотрят мое видео, скажут, что ты там мелешь. Я всю жизнь так делаю, у меня все нормально. Пожалуйста. Есть люди очень фартовые, которые всю жизнь фартят, и с ними ничего не происходит. И вообще на ошибках учатся на своих. Но я считаю, шее не надо делать ошибок, не надо учиться на своих ошибках. И если у какого-то борца ни разу не было травмы по поводу шеи, то он просто фартовый. И все. Обычному же человеку, и тем более не забывайте, что у них еще очень все закачанное в общем тело. И может просто уже в процессе длительного этапа тренировок у них привыкло к телу, к такому, допустим. Или он просто очень хорошо чувствует свою шею, свои мышцы. Действительно себе не навредит, допустим, делая мостики. Но для обычного человека, который не занимается борьбой, та и борцам бы не рекомендовал бы делать. Это не обязательно, есть другие способы. То есть для обычного человека это может быть очень травмоопасно. Просто реально вы можете стать инвалидом после этого. Целиком достаточно делать те упражнения, которые я вам покажу в этом видео. Больше никаких упражнений вообще не нужно. Просто делайте упражнения, ставьте их, например, хотя бы в раз в неделю, раз в две недели минимум. То есть хотя бы два раза в месяц, минимум два раза в месяц, вы должны делать тренировку шеи. Поверьте, это, во-первых, просто более пропорционально тело у вас станет. У вас исчезнут многие проблемы с шеей от сидячей работы. Вот я, например, за компом сижу, да, я айтишник. И у нас есть такая проблема. Вообще у людей, которые за компьютером сидят, что вы часто мало двигаете шеи. В одной и той же позе сидите, и это приводит к определенным защемлениям здесь. И потом просто шея начинает болеть. Постепенно это приводит к таким довольно серьезным проблемам с шеей. Постоянно боль, постоянно дискомфорт. Это все может быть профилактикой вот таких проблем. Если уже есть какие-то проблемы с шеей, уже есть, то начинайте с самых минимальных нагрузок руками, как я сказал. Вообще никаких весов не используйте. То есть не надо, как в этом видео, ложить блинчик себе на голову, да, как я, допустим, показываю. Поэтому не нужно вообще никаких нагрузок использовать. Только руки, только полотенце и все. Если у вас не будет болевых ощущений, делайте спокойно это упражнение. Если какие-то есть болевые ощущения, когда вы делаете шею, стоп, все. Только сначала через врача уточняйте, что там в шее. Он вам рекомендует какие-то определенные, может быть, там, мази какие-то. Какой-то поменять образ жизни, может, какие-то определенные, просто гимнастику даже делать. Может, просто вам нужно будет месяц просто делать гимнастику. Вообще без ничего, без нагрузки. Разминать просто свою шею, свои суставы, вот здесь вот, свой позвоночник и вот эти вот все мышцы. Полностью все, весь вот этот комплекс шеи. Просто нормально размять, просто чтобы там кровоток улучшился. Возможно, это уже уберет неприятные ощущения. Когда все пройдет, боли не будет. Только тогда приступайте к тренировке шеи, полноценной тренировке шеи. И постепенно, очень постепенно начинаете увеличивать нагрузку. Понемногу, понемногу. Но не нужно какие-то супервеса, суперрекорды ставить. Только слабая нагрузка. Потом постепенно прибавляете вес. Не по 5 килограмм. Например, если это тренажер, не по 5 килограмм вы должны прибавлять. Вы должны прибавлять где-то по килограмму, по 2 килограмма. То есть на блинчике, в тренажере, как я показал, вы можете ставить не 5 килограмм и 10 переставлять веса. А, например, если у вас стоит 10 килограмм на шее. Допустим, я уже до 15 дошел. Но это было долго, я не за один месяц дошел до этого. Вы можете ложить на блинчике сверху какую-то маленькую гантельку. Килограммовую гантельку. Потом 2-х килограммовую гантельку на этот блинчик положить. Например, потом 3-х килограммовую гантельку. И только потом вы перейдете на следующий уровень, добавите 5 килограмм. Целый блин. Потому что в тренажерах я понимаю, что шаг обычно это 5 килограмм. Я не знаю, как у вас в зале сделано. Но я видел всю свою жизнь только 5-килограммовые шаги. То есть вы прибавляете 5, 10, 15, 20, погнали дальше. Так вот, для шеи это может быть слишком резко. И когда вы даже дойдете, допустим, до 10-15 килограмм на шее, когда вы будете в тренажере ставить, то следующий шаг в 5 килограмм может оказаться слишком большим. И уже при первом повторении у вас будет травма шеи. Вот. Теперь смотрите, по поводу движения головы. То есть у вас может немножко двигаться. Вот вы нагибая шею, немножко у вас происходит движение вот здесь, да, в плечах. Немножко допустимо. Не надо прям вот четко делать так, как вам говорят, допустим. Вот фиксировать плечи, как я сказал, и все. Чувствуйте свой организм. Иногда нужно, возможно, чуть-чуть все-таки, чтобы двигалось как-то это тело. Но стремитесь к тому, чтобы плечи у вас практически не двигались. То есть это движения вот такие. Понимаете? Если это с рукой, то это вот такое движение. Небольшое движение наклона корпуса допустимо. Небольшое. Просто если это будет сильно, будет работать не шея, а что-то другое уже. Все, ребята. Это основные вещи, которые вы должны знать про тренировки шеи. Она будет развиваться, и вам гарантированно будет длительная здоровая шея. Здоровый организм. Все, ребята. Удачи! 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 Удачи!